В космосе я чувствовала себя лучше, чем на Земле, вот так я могу сказать. А каково себя чувствовать с женщиной, оставившей позади себя 3000 конкуренток? Я прям кричала, я была очень счастлива. Вот эта вот мощь 300 тонн, и вот под тобой, когда кипит, бурлит вот это топливо, это реально ощущается, вот ты сидишь как на пороховой бочке. Я когда первый раз прилетела в иллюминатор, посмотреть нашу Землю, и когда я увидела, я заплакала, она такая красивая. Здравствуйте, это программа «Дословно». И сегодня наш гость, первая в истории Беларуси, женщина, участница космической экспозиции Марина Василевская. Марина, приветствую вас. Здравствуйте. Сразу после возвращения вам присвоили звание Героя Беларуси. Как близкие отреагировали? Конечно, это высшая награда нашего государства, и для меня это высокая честь принять от главы государства такую награду. И, естественно, я растрогалась, потому что все дело души, и весь проект я прониклась. А каково себя чувствовать с женщиной, оставившей позади себя 3000 конкуренток? Ну, все-таки выбрали для полета на космическом корабле «Союз» именно вас? Конечно, все претендентки были достойные и умные. Конечно же, я прекрасно понимаю, что все хотели бы быть той самой первой. Но, наверное, моя стойкость, мои гены, спасибо моим родителям за мое здоровье. Выбор пал на меня, и я очень счастлива, что так произошло, потому что это действительно, наверное, то, чего я хотела. Я никогда не думала о космосе, но хотела куда-то выше. И не думала, что работая бортпроводником авиакомпании «Белави», спустя 7 лет я поднимусь выше 10 тысяч метров на 400 километров от Земли. Требования к претенденткам были достаточно серьезные и разнообразные, в том числе о наличии высшего образования. В какой сфере вы дипломированы, специалист, если не секрет? Я имею высшее образование по специальности «Менеджмент». И я считаю, что мне моя специальность помогла в том плане, что «Менеджмент» — это всегда коммуникация, это управление персоналом. А вот какие были неожиданные для вас требования? Может быть, что-то удивило? Для меня было удивлением мое здоровье. Конечно, я проходила медицинское свидетельствование, комиссию по своей профессии. Каждый год, два раза в год мы проходили в ЛЭК. Но чтобы такое медицинское обследование, как мы проходили для космоса, у меня такого, конечно, никогда не было. И для меня было удивлением, что действительно, да, у меня по здоровью все хорошо. Вот оно такое космическое, что можно в космос полететь. Мы сейчас находимся в Центре безопасности МЧС, и предполетная подготовка проходила в том числе и в его стенах. А какой этап вам дался сложнее всего? Физический в плане нагрузок, может быть, эмоциональный, психологический? Каждый этап в подготовке – это как фундамент. То есть мы выстраивали этот фундамент сначала из теоретической части, потом практической. Конечно, и физнагрузка там была очень сильная, и подготовка. Мы занимались так, как и космонавты. То есть для нас не было никаких поблажек. Я не считала, что вот это сложно, значит, я не буду это делать. Если нужно, значит, это нужно делать. И с пути уже не сойти, потому что на тебе лежит особая ответственность, и главная миссия – полететь в космос от Беларуси. Первый космонавт, ну, по-другому и выбора не было. Знаете, что меня еще удивило? Что на предполетной подготовке вас обучали ручному управлению кораблем, в случае, если откажут все системы. Запомнить все эти тумблеры, переключатели, я не представляю, как вы это сделали. Было, конечно, непросто, и особенно вот, когда мы приехали в «Звездный городок», первый месяц у нас было два или три экзамена по всей той технике, оборудованию в зоне нашей ответственности. А это и кислород, это дыхательная вентиляция и много чего другого. Поэтому, конечно, было тяжело в это все войти, так как ты с этим сталкиваешься в первый раз. Но ничего, мотивация, вот именно та ответственность, которая на меня была возложена, я знаю, что назад дороги нет, мне только вперед. А вот если возвращаться к нештатной ситуации, отмена старта за несколько секунд предполагаемого взлета, и потом, спустя какое-то время, глава Роскосмоса отмечает, что ваш пульс в этот момент был всего 66 ударов, сверхолимпийское спокойствие, вот что вы ощущали в тот момент? Действительно, никто не ожидал такой ситуации, все ожидали штатного старта. Я поняла, что что-то не так, потому что секунды уже пошли за пределы вылета. Конечно, мы просто переживали не за себя, а мы переживали за наших родных и близких, которые стоят на поле, смотрят на ракету и ждут, ожидают нашего взлета. И у них нет никакой информации, что произошло, что случилось. Это техника, и слава богу, что так произошло на земле, а не в небе. И это доказало еще больше надежность нашей пилотируемой техники, что действительно за несколько секунд автоматика отменила старт. Если честно, я не расстроилась, потому что я считаю, что все, что не делается, все делается только к лучшему. И моя экспедиция продлилась еще на два дня, что меня осчастливило, потому что это плюс опыт. Если бы вы видели, сколько было комментариев и какие они были прекрасные, когда была прямая трансляция в интернете взлета. Было ощущение, что мы входим в историю, благодаря вам. Да. Что мы реально участвуем в историческом событии. И шквал комментариев. Маринка, вперед! Космос наш! Белорусы в космосе! Да. Я еще на взлете, я сказала, но, наверное, это не было слышно в эфире, к зоркам в Беларуси. Я прям кричала. Я была очень счастлива. Эти ощущения, конечно, не передать, потому что вот эти отделения ступеней, первая, вторая и третья, когда мы вышли на орбиту, и наступила эта невесомость, и ты такой, сразу руки, и ты паришь, и все. В одном из интервью вы как-то сказали, что верите в знаки Вселенной, в приметы. Какие вы верите в приметы и традицию космонавтов смотреть перед полетом «Белое солнце в пустыне»? Переняли? Да, конечно, мы смотрели «Белое солнце в пустыне», и все традиции мы соблюдали даже аж два раза. Какие есть приметы у космонавтов, о которых мало кто знает? Это и посадка дерева на Байконуре, на аллее космонавтов. Было очень трогательно, так символично, конечно, посадить свое дерево, именное. На колесо, конечно, когда едем, это понятное дело, да? Не знаю, а что про колесо? Да, нужно сходить по маленькой нужде на колесо. Вот это да! Я, честно говоря, впервые слышала, интересно. Для девушек это, конечно, немножко по-другому было, но мужчины, да, действительно соблюдают. Полет до МКС и обратно, я имею в виду этот период до пребывания на самой космической станции, занял двое суток. Вообще, каково это сидеть, скукожившись в скафандре, пристегнутым, наверное, да? Вот чем вы в это время занимались? Мы сидели в скафандрах 5, примерно 6 часов, точно уже не могу сказать. В позе эмбриона, конечно, выполняя определенные действия, нужно было следить за показателями. И, конечно, я наблюдала за нашей прекрасной землей, которая была то сверху, то снизу, то сбоку, то рассвет, то закат, потому что летели мы в закрутке, так как эффект пули, ты должен держать определенную траекторию орбиты, и мы постоянно были в вращении, наш корабль. Ты чувствуешь эту мощь? Вот эта вот мощь 300 тонн, и вот под тобой, когда кипит, бурлит вот это топливо, это реально ощущается, вот ты сидишь как на пороховой бочке. Это, конечно, так, понятно, но все, уже деваться некуда. Через 5, примерно 6 часов нам разрешили вылететь в бытовой отсек, снять скафандры, проставить на просушку, и командир занимался еще определенными действиями в отпускаемом аппарате, а мы с Трейси готовили ужин для нас всех. Это не заранее подготовленные тюбики, да, с каким-то питанием, или что-то действительно вы там ваяли? Там уж приготовить драники не было возможности, с удовольствием бы это сделали. Да, действительно, там рационы питания для командира, для бортинженера и для бортинженера второго. А все отдельное, все разное, ну там консервы, печеньки, сухофрукты. То есть такая более сухая пища, которую не нужно разогревать, потому что там это сделать просто нереально. Мечта любой женщины – готовить ужин. Да. В таком смысле. Да. Если говорить о том, что разрешено брать с собой на МКС, по регламенту косметика запрещена, но в медицинской укладке допускается наличие пудры, да? А что из дамских штучек все-таки разрешили взять первой женщине? Бальзам для губ. Бальзам для губ, крем для рук. То есть ничего такого из декоративной косметики, конечно, я не брала. Но у меня была моя коллега Трейси, у которой была косметичка женская. И если нужно было бы на какой-то там эфир, либо на репортаж, запись, конечно, она делилась со мной. Экипаж тестируют психологически на совместимость перед полетом? Да, конечно. Мы работали с психологами в Звездном городке, именно в Центре подготовки космонавтов. Мы проходили и тестирование, и работали с разными программами. И действительно, по итогу нашего экипажа, можно сказать, что у нас полная совместимость была. И, конечно, наш командир Олег Новицкий, наш земляк, герой России. Просто человек с большой буквы, который постоянно поддерживал меня, и Трейси также поддерживала. То есть, тем более, это опытный экипаж. У командира уже был четвертый полет, у Трейси третий полет. Только в космос и лететь, и можно ни за что не переживать. А сложно ли соблюдать личную гигиену в условиях невесомости, когда и воду ловишь руками, и как-то, наверное, и голову иногда хочется вымыть, волосы? Сложно с этим? Ну, это, наверное, самое было такое непростое в космосе, именно в невесомости. Потому что бытовые дела, они действительно, они по времени, ты их делаешь дольше. И непонятно, как вообще с этим быть. Вот действительно, там, помыть голову, особенно, когда длинные волосы. Понятное дело, когда у мужчин им проще. Но мне было, конечно, первое время тяжело. Потом я привыкла, и я это делала очень быстро. А чем это? Вот обычной водой или есть специальные сухие порошки, как сухой шампунь? Вообще, личная гигиена там проводится влажными полотенцами, влажные салфетки, сухие салфетки. Для волос это очищающее средство. Это не шампунь, а средство на основе трав. И просто влажным полотенцем вытираешь. Я где-то снимала видео, я думаю, что вскоре это покажут. Все просили, когда узнали, что я буду брать у вас интервью, а спроси, отличается мужской скафандр от женского и чем? Нет, конечно, не отличается ничем абсолютно. Абсолютно. Скафандр изготавливается каждому персонально, под его мерки, размер. Мы ездим в специализированное такое место под названием «Звезда». Там изготавливаются и ложементы для каждого, также персонально. Это кресло, которое находится в спускаемом аппарате, и также скафандры. Как вас встретили на НКС? Очень радушно, тепло. Они действительно нас ждали. Новые лица прилетели. Все меня знали, я всех знала. Мы же готовились вместе в «Звездном городке». Поэтому чувствовали себя прекрасно, потому что была очень хорошая атмосфера. Какая миссия у вас была на НКС? И все ли эксперименты удались так, как ожидалось, или, может быть, были неожиданные результаты? У нас было семь целевых работ. Это пять научно-исследовательских и две общественные. Выполнены в полном объеме. И я очень рада, когда после полета у нас был разбор полетов. И руководство, которое отвечало за эксперименты по лактоферину, проксибиотику, сообщили мне о том, что бактерии прилетели живые. Их даже уже попробовали в качестве продукта. И я была очень счастлива это слышать, что действительно я все правильно сделала. Не зря я вставала в 4 утра и меняла температуру в термостате для наших укладок по проксибиотику, лактоферину. Еще накануне старта глава государства поручил командиру экипажа Олегу Новецкому «Внимательно следить», практически цитирую, чтобы американцы не утащили вас в свой сегмент. Признавайтесь, попытки были. И вообще, как складывались отношения? Все-таки международная команда. Потрясающее отношение, потому что на станции это единый дом. Там нет гранит, там нет политики, там нет каких-то разных взглядов, потому что мы все единые целые. И не дай бог, какая-то нештатная ситуация произойдет, мы должны спасаться вместе. И мы только вместе это сможем сделать. И, конечно, когда мы прилетели на станцию, мне провели экскурсию по российскому сегменту, по безопасности и также по американскому. И единственное, что было условие, это, конечно, сопровождение российского члена экипажа, точнее моего командира Олега Новицкого, так как я не проходила обучение по американскому сегменту. В вашей жизни большую часть занимает национальная авиакомпания. Вы в прошлом бортпроводник-инструктор. И как раз во время полета ваш бывший земной шеф, скажем так, передал ваши слова, что невесомость – это ваша стихия, и возвращаться не хочется. А сложнее привыкать к невесомости или все же отвыкать от нее? Я это поняла, что невесомость – моя стихия уже на тренировках, когда мы летали на Ил-76, на огромной лаборатории. И вот почувствовала эту невесомость. Мы летали два дня. Первый день в полетных костюмах и второй день в скафандрах. Мне так понравилось. Это было что-то с чем-то. Это невероятно, это не передается. Мне кажется, это нужно только самому попробовать, чтобы понять, что это такое. Ты паришь, как даже не птичка, а просто ты чувствуешь себя пушинкой. В космосе я чувствовала себя лучше, чем на Земле. Вот так я могу сказать. А что ощутили, когда вернулись? Я уже почувствовала, что я хочу ступить на нашу Землю, когда я была в космосе. И наблюдала с обзорного иллюминатора нашу прекрасную Землю. Она такая красивая, что я, когда первый раз прилетела в иллюминатор, посмотреть нашу Землю. И когда я увидела, я заплакала, слезы не текут, и я не могу понять, я вроде бы плачу, но я не плачу. Они скапливаются в глазах. И командир спросил, почему ты плачешь? Я говорю, от счастья, потому что это такая невероятная красота, которую не может передать ни один фотоаппарат и ни одна видеокамера. И ты понимаешь, какая она вот, вроде бы она масштабная и такая сильная, мощная, но в то же время она очень хрупкая, потому что ее защищает только тоненький слой атмосферы. Это так видно, и хочется ее просто вот так обнять, сберечь. Когда мы уже подлетали, пролетели атмосферу и подлетали к Земле, и еще командир спросил, ну что, видно Землю, видно Землю? Я говорю, да, видно. Ступить, конечно, мне сразу не дали, потому что действительно я поняла, почему космонавтов поднимают на руки и несут, так как очень большая слабость в ногах. И даже несмотря на то, что мы пробыли там 14 дней, ну мы не занимались физической активностью, и это, конечно, понесло свои вот такие не очень хорошие плоды, потому что голова была светлая, чистая, не кружилась, не было плохо, но тело было очень ватное. Реабилитация тяжеловато давалась? Если честно, то да. Изначально как-то я себя чувствовала прекрасно, я прилетела в Минск 11 апреля, но уже когда мы начали проходить именно реабилитацию, так как она сместилась из-за изоляции по прилету, конечно, я чувствовала слабость, головокружение при определенных физических нагрузках. Когда уже прошли реабилитацию, что вообще было в списке личных делок под номером 1? Это, конечно, встречи со своей семьей, со своими родными, потому что они очень меня ждали, и даже когда мы прилетели в Минск, уже было поздно, и я думаю, ну, наверное, уже на завтра перенесем нашу встречу, но мои родные сказали нет, они приехали, поддержали, привезли с собой очень много всего вкусного, еды, и накормили меня, напоили, уложили спать и поехали. Вот наверняка аж мама плакала. Да, все плакали, все плакали, да. Ой, да, это мы любим, конечно. Хочу сейчас процитировать. Уже после приземления командир экипажа Олег Новицкий сказал, «Малина выполняла обязанности, выходящие за рамки того, что должна была выполнять. Полноценно работала как бортинженер. Ее кругозор шире, чем было определено программой подготовки». Это очень высокая оценка. Да. Не исключаете возвращение в космос? Ну, для начала я хотела бы поблагодарить своего командира Олега Новицкого за такую действительно высокую оценку, мне очень приятно. И я со своей стороны, конечно, очень ответственно подходила ко всем вопросам, и действительно я пыталась в себя впитать намного больше информации, чем для нас предполагалось. И, конечно, мне приятно было, когда я вижу утечку кислорода и могу сказать об этом командиру, потому что на нем была вся, возложена вся ответственность за весь полет. Конечно, без полноценного бортинженера это тяжело. Следить за всеми показателями, выполнять все команды, а команд очень много. Я даже удивлялась, боже мой, как вы это все понимаете, как вы это все запоминаете и все это делаете. И причем очень быстро. Там такая реакция должна быть очень быстрая, моментальная, потому что кислород, бывает, утекает очень быстро. А это наша жизнь. Космос снится? Космос очень у меня теплые и хорошие воспоминания. И даже вот когда мы прилетели в звездный городок на реабилитацию, я просыпаюсь от того, что вот мне кажется, что я прям парю. Ну что, разочаруем чайников. Земля плоская или все-таки круглая? Земля очень красивая, невероятная и, конечно же, круглая. У нее нет четкого очертания круга. Это своя какая-то форма, но она, конечно, круглая, похожа на круг. Марина, о чем вы мечтаете? Чтобы был мир на Земле, потому что она очень хрупкая, и разрушить это можно в любую секунду и очень быстро. А восстановить это просто нереально. Жизнь так коротка, и она прекрасна. Действительно, это дорогого стоит. Нужно это ценить и беречь. Марина, я благодарю вас за интервью. А нашим телезрителям, напомню, это была программа «Евразия дословная». И у нас в гостях была герой Белоруссии, единственная в истории страны женщина, участница космического полета Марина Василевская. Оставайтесь с нами. Вместе интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова